Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Новый гараж и ВАЗ-2114, седьмой автомобиль будет в игре 31 декабря. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. До нового года остается всего лишь на 6 дней. И перед тем, как мы начнем действительно бомбический ролик, от которого у вас просто будет шагирующее состояние, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь на подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, как могли понять по сегодняшнему ролику, речь пойдет о действительно очень востребованном автомобиле на данный момент, а именно ВАЗ-2114. Ходят действительно большие и огромные слухи, что именно 31 декабря этот автомобиль появится в симулятор автомобиля 2, потому что недаром добавили гараж на 4 места, потому что тачек в игре и так бы хватило. Но вот на седьмую тачку нет. Поэтому, ребята, с появлением ВАЗ-2114 игра может действительно измениться и, собственно говоря, мне кажется, это будет круто. Потому что многие говорят, я на самом деле не знаю на 100% точно это правда или нет, но есть некоторые скриншоты, которые показывают то, что ВАЗ-2114 появится. Конечно, это все может быть в фотошоп, данный, собственно говоря, скриншот, но помимо этого у нас есть некоторые факты. О них немножечко, чуть попозже. Сейчас мы подъехали к новому гаражу. Я не знаю почему, но многие почему-то вообще обходят его стороной и не говорят о нем ничего. Поэтому давайте его купим в первую очередь и посмотрим, что же изменилось в новых гаражах. Как по мне, они должны были остаться полностью такими же, как и все, потому что в них ничего обычно не изменяют, оставляют их такими же, как и есть. И да, дорогие друзья, абсолютно одно и то же. Появилась какая-то картина или она раньше была, я просто ее не замечал. А тут что-то у нас нарисован какой-то город. Это никакая ни пасхалка, ничего в этом абсолютно нет. Тут также телевизор, холодильник и все. То есть абсолютно никаких изменений, но вот такой добавлен был интересный и замечательный гараж. Окей. Как бы теперь мы тут можем хранить свои тачки из нового обновления, либо, мне кажется, лучше хранить в особняке, но в особняке места столько не хватит. И давайте вернемся именно к речи о ВАЗ-2114. Как вы заметили, дорогие друзья, теперь, после новогоднего обновления, каждый день у каждого игрока появляется очень крутая возможность получить новогодний бонус. Да, разработчики нас задаривают просто подарками, которые они появляются каждый день в игре. На карте пролетает Дед Мороз, который иногда скидывает некоторую сумму валюты. Вон Дед Мороз полетел уже вдалеке. И, как видите, на карте у нас сейчас отмечено, что опять в парке у нас появился некоторый бонус. Они у нас появляются абсолютно каждый день, собственно говоря, через 24 часа после открытия предыдущего. И его можно забрать. И ходят слухи среди подписчиков, я не знаю, кто этот слух распространил. Кто-то из разработчиков, может быть, слил информацию, либо кто-нибудь просто ее из подписчиков. Кто-то, может быть, есть инсайдер. Появилась информация о том, что 31 декабря у нас будет ВАЗ-2114. Типа она уже была закачана в обновлении, то есть она уже есть прямо сейчас в игре. Но нам показали только 6 новых машин. Это Мерседес 300 SL, BMW новая, потом X6, собственно говоря, Dodge Hellcat. И потом Ford Focus и еще у нас Kia Optima или как Kia K5. И все. Но вот седьмой автомобиль нам не показали. Потому что, ребята, все может быть в этом обновлении, может быть и 7 машин, и 8. Потому что обычно, ребята, как вы знаете, разработчики добавляют 5 машин. Но в этом обновлении разработчики решили добавить 6. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, они куда-то либо торопились. Может быть, они готовят другое какое-то крутое обновление. И из-за этого они решили добавить побольше тачек. Либо, собственно говоря, они готовят ВАЗ-2114 на Новый год. Поэтому нам добавили Мерседес 300 SL, чтобы мы расслабились. Все может быть, дорогие друзья. Поэтому давайте попробуем сейчас принять этот новый подарок от Деда Мороза. Все может быть. Возможно, хоть сейчас она нам выпадет. Но вряд ли. Нужно дождаться 31 декабря. И тогда уже будут какие-то изменения. А на данный момент, мне кажется, вряд ли это будет пахнуть именно Дедом Морозом. Чем-то таким. Но окей. Ладненько. Давайте вот сейчас опять же примем подарок от Деда Мороза. Который вот опять пролетает. Хоу-хоу-хоу. Мерри Крисмас. Хоу-хоу-хоу. И вот он подарок от Деда Мороза. Посмотрим, что у нас на этот раз будет. 10 тысяч и 5 чертежей. Постоянно разная сумма. Бывает 50 тысяч. Бывает 10 тысяч. То есть постоянно разработчики меняют различные суммы. И поздравляют игроков с обновлением. И, собственно говоря, с новым наступающим годом. Что именно будет, пока что мы не знаем. Но, возможно, этот автомобиль ВАЗ-2214 появится в одном из автосалонов. Либо в новом автосалоне, который добавили разработчики нам на коттедже. Вот в ту часть острова. Либо в автосалон Лада. Что более вероятно. Потому что обычно ладовские тачки добавляются в один и тот же автосалон. И он находится у нас, собственно говоря, на той части карты. Либо попадется он именно в новом автосалоне. Поэтому пока что мы можем только гадать на кофейной куче. И делать из этого выводы. Но больше всего интересно, что вы думаете подписчики. Потому что я думаю, что среди вас есть те, кто реально знает эту информацию. Кто-то, может быть, следит. Или за соцсетями Facebook. Потому что бывает такое, что в Facebook отправляют больше информации, чем куда-либо во ВКонтакте или в другие группы. Но в любом случае, ребята, если вы даже не успеете посмотреть видос, а ВАЗ-2114 выйдет, то чтобы узнать об этом среди самых первых, вам нужно будет просто перейти по ссылочке в описании и вступить в мой телеграм-канал. Потому что там чаще всего информация выходит быстрее, чем где-либо в другом месте. Поэтому обязательно ссылочка в описании. Заходи на симулятор Лича-2. Там будет действительно круто и много крутой инфы. Поэтому ссылочка в описании. Пробуйте, заходите туда. Поэтому вот такие вот блины, дорогие друзья, на самом деле очень много моментов есть обдумать, подумать именно, собственно говоря, что будет в данном обновлении. Потому что этот год действительно может еще припадать жарку. Потому что разработчики думают, а вот, типа обновление, подписчики радуются. Йоу, ура, обнова вышло. Шесть тачек. А тут бац, нам добавят еще. Все возможно, дорогие друзья. Это все может быть. Потому что разработчики, они могут быть действительно сюрпризом. А могут вообще ничего не добавить. Потому что давайте посчитаем. Тут как раз-таки место они заняли уже на шесть машин. То есть уже полноценный пак тут не получится. Потому что три места занято тут и три места занято тут. То есть тут всего четыре тачки. То есть в следующем обновлении разработчики, скорее всего, ребята, вот тут скорее всего и идет разгадка секрета. Потому что я теперь думаю, что либо появится ВАЗ-2114, ребята, внимательно слушайте, либо на Новый год, либо уже в следующем обновлении, которое будет в январе, феврале, там в ближайшее будущее. Потому что, смотрите, ребята, объясняю. Разработчики добавили автосалон, в котором осталось четыре места. Они же не будут одну тачку добавлять в какой-то один автосалон, где она будет стоять одна. Правильно? Значит, это будет ВАЗ-2114, которая появится в ЛАДА автосалоне. Скорее всего, так и будет. Тут будет четыре тачки. И пятое будет в ЛАДА автосалоне. Это более похоже на правду, и это раскрывает тайны. Потому что, что делать с вот этим местом? Я думаю, что тут все сложно. Либо надо было разработчикам подарить Мерседес 300 SL и не делать ее такой вот продаваемой тачкой. И тогда было бы все отлично с местами. А то четыре тачки тут, а пятая, где будет продаваться, на улице стоять? Ну, мне кажется, нет. Поэтому тут действительно весь ответ, правда, есть на ладони. И многие сливы теперь обязательно подтверждаются. Поэтому, ребята, обязательно поставьте лайк на удачу в этом году, чтобы у вас наступающий год был намного лучше, чем этот. И если вы поставите лайк, то значит, все у вас будет отлично. Главное, верить это и поставить лайк. Поэтому, ребята, подписывайтесь. Давайте добивать 150 тысяч подписчиков. Мне это будет приятно. А кодовое слово будет ЧУДО14. Потому что все, кто напишет слово ЧУДО14, ЧУДО14 обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ждем вас 21.14 и 31 декабря.